Всем привет! Сегодня мы разберем с вами 28 задание ЕГЭ по биологии. Задание второй части достаточно сложное, поэтому ему необходимо уделить определенное внимание. Немного в нашей школе. Мы готовим к ЕГЭ, УГЭ, ДВИ, Олимпиадам. В New Level School я преподаю биологию. Теперь поговорим о 28 задании. В 28 задании проверяется умение решать задания по генетике. Задачи по генетике составляют схему решения этих задач и объяснять полученные результаты. В элементы ответа должны входить схемы скрещивания, которые содержат генотипы родителей, гометы, генотипы потомства. Также важно подчеркнуть фенотипы родителей и потомство по условию задачи. И определить закон наследственности, если это требуется в условии задачи, нужно указать его название. Это очень важно, потому что если в ответе вы укажете первый закон или просто назовете его по автору, например, закон Мендель или закон Моргана, вы не получите своего заветного одного балла. То есть правильно формулировать ответ так. Закон одинобразия, например, закон одинобразия гибридов первого поколения. Здесь я привела пример того, как оценивается данное задание, критерии оценки именно для эксперта. Не буду подробно на этом останавливаться. Вы можете остановить видео и поподробнее посмотреть. Далее я расскажу, за что можно снять баллы, за что можно наоборот получить баллы. Максимальное количество баллов, которые вы можете получить с 28-го задания, это 3 первичных балла. В пересчете на вторичные баллы это около 5-7. То есть задание оценивается достаточно высоко и к нему нужно определенно подготовиться. Теперь давайте перейдем к решению непосредственно самой задачи. При скрещивании растения кукурузы с нормальными блестящими листьями и растения с надрезвыми матовыми листьями все потомство получилось с нормальными матовыми листьями. В анализирующем скрещивании гибридного потомства получилось 4 разные фенотипические группы 128, 131, 40, 38. Составьте схемы скрещивания, укажите генотипы, фенотипы родительских особей, генотипы, фенотипы потомства в каждой группе. Объясните формирование 4 фенотипических групп во втором скрещивании. Итак, поехали. Мы видим два скрещивания. Это растение кукурузы с нормальными блестящими листьями и растение с надрезанными матовыми листьями. То есть две разные фенотипические группы, у которых получилось потомство одинаковое, с нормальными матовыми листьями. Изначально я рекомендую делать записи, чтобы было проще определить, какие гены доминантные, какие гены рецессивные. Итак, приступим. То есть скрестили нормальные. Блестящие листья. Я сокращаю, но на экзамене лучше писать все полностью, потому что могут не засчитать баллов. И растение с надрезанными матовыми листьями. И получилось потомство с нормальными матовыми листьями. Как мы видим, у нас скрещиваются две разные фенотипические группы, а потомство получается одинобразным. То есть проявляется закон одинобразия первого поколения. Из этого можно сделать вывод, что особи, которые скрещивали, они были гомозиготны по данным признакам. А проявившийся признак в потомстве являлся доминантным признаком. Соответственно, из этого мы можем уже написать, какие признаки являются доминантными и сформировать генотипы родителей и генотипы потомства в первом скрещивании. И так приступим. Я всегда пишу сразу признаки, мне так проще. То есть у нас получилось нормальные матовые листья у всего первого поколения. Соответственно, это доминантные признаки. Тогда А большое это будут нормальные листья. Б большое это матовые листья. Соответственно, А малое это надрезанные. И Б малое это блестящие. И записываем схему скрещивания в первом поколении. Очень важно указывать родительские особи. То есть там женская особь или мужская особь. Даже если это не дано у нас в условии задачи, при записи именно схемы это очень важно указывать, потому что это могут снять баллы. И всегда начинаем с женской особи. Так, соответственно, женская особь с нормальными блестящими листьями. А большое, А большое, так как мы сказали, что они гомозиготные. По данным признакам А большое, Б большое и блестящие это Б малое, Б малое. И мужская особь это А малое, А малое, Б большое, Б большое. Соответственно, это надрезанные матовые листья. Гометы, которые дают особи, которые мы скрестили. Это А большое, Б малое. И А малое, Б большое. И все потомство у нас получилось А большое, А малое, Б большое, Б малое. То есть в единообразии первого поколения все растения получились с нормальными матовыми листьями. Сто процентов нормальные матовые листья. Здесь очень тоже важно указать, какие фенотипы были у родительских особей. Потому что это могут посчитать за ошибку нормальные блестящие и надрезанные матовые. Переходим к следующему условию задачи. В анализирующем скрещивании гибридного потомства получилось 4 разные фенотипические группы. 128, 131, 40 и 38. Составьте схемы скрещиваний. Итак, в условии задачи у нас дано, что провели анализирующее скрещивание. Анализирующее скрещивание всегда проводится с двойной гомозеготой. Соответственно, это растение с надрезанными блестящими листьями. Соответственно, запишем схему самого скрещивания. Итак, особь, которая получилась у нас при первом скрещивании. Возьмем ее как женскую особь. А большое, А малое. Б большое, Б малое. Провели анализирующее скрещивание с двойной рецессивной гомозеготой. А малое, А малое, Б малое, Б малое. Подпишем сразу фенотипы. Нормальные матовые. И надрезанные блестящие. Сформируем гометы, которые дает каждый из этих растений. Итак, материнское растение дает нам 4 различные гометы. А большое, Б большое. А большое, Б малое. А малое, Б большое. И А малое, Б малое. Второе растение дает нам 1 вид гомет. А малое, Б малое. Соответственно, при скрещивании этих растений мы получим 4 фенотипические группы. Давайте их запишем. А большое, А малое, Б малое, Б малое, Б малое. И А малое, А малое, Б малое, Б малое. Сразу запишите их фенотипы. Первая группа это нормальные матовые листья. Вторая группа это нормальные блестящие листья. Третья группа это надрезанные матовые. И четвертая группа это надрезанные блестящие. А мы видим, что у нас сформировалось 4 разные фенотипические группы. Если бы скрещивание было независимым, то количественная характеристика этих групп была бы примерно одинаковая. То есть по 25 процентов, грубо говоря, плюс-минус 1-2 процента. Однако здесь мы видим, что в условии задачи нам дана разная количественная характеристика. 128, 131, то есть две большие группы. И две малые группы, 40 и 38. Почему так происходит? Давайте разбираться. Такие количественные различия являются результатом неравномерного распределения гомет. То есть каждый гомет не по 25 процентов, а у каких-то больше, у каких-то меньше. Два варианта гомет будут образовываться больше, потому что они будут являться результатом сцепленного наследования. Два оставшихся вида будут наследоваться в меньшей степени, потому что будут являться результатом нарушения сцепленного наследования, то есть результатом крессинговера. Как же определить, какие гометы являются результатом сцепленного наследования, какие результатом крессинговера? Для этого нам необходимо обратиться к первому скрещиванию, то есть к бабушкам и дедушкам этих кукурузок, которые только что у нас получились. Бабушки и дедушки образовали по одному типу гомет. Именно они и являются сцепленными. Это А большое, Б малое и А малое, Б большое. Они являются сцепленными, то есть в одной хромосоме содержится А большое, Б малое, и в другой хромосоме содержится А малое и Б большое. То есть эти аллели, они попарно сцеплены. То есть в одной хромосоме у нас А большое, Б малое, а в другой хромосоме А малое, Б большое. Эти два вида гомета являются сцепленными гометами. Давайте отметим их во второй схеме скрещивания. А большое, Б малое и А малое, Б большое. Два вида сцепленных гомет. Обязательно нужно записать объяснение этого. Именно в письменной форме, потому что, как вы видите, у нас в условии задачи, одним из условий является объяснить формирование четыреххемотипической группы во втором скрещивании. Итак, гометы. А большое, Б малое и А малое, Б большое. Результат цепленного наследования. А гометы А большое, Б большое и А малое, Б малое. Результат крысинговера. Две большие фенотипические группы будут образованы сцепленными гометами, а две малые фенотипические группы будут образованы гометами, образованные в результате крысинговера. Давайте тоже запишем. Две большие группы образованы более многочисленными гометами. Я сокращаю, но вы пишите все полностью. То есть, сцепленными, а оставшиеся две малые группы образованы гометами, получившимися в результате крысинговера. Очень важно не забыть отметить количество особей в каждой из групп, базируясь уже на тех результатах решения нашей задачи. Итак, во второй схеме скрещивания мы уже отметили гометы, которые являются сцепленными. Соответственно, из нашего объяснения мы можем сделать вывод, какие групп больше, какие групп меньше. Соответственно, гометы А большое, Б малое и А малое, Б большое сцеплены. Соответственно, группа А большое, А малое, Б малое, Б малое будет одной из больших групп. И А малое, А малое, Б большое, Б большое будет также одной из больших групп. Соответственно, этих особей будет 128, 131 или 131, 128. И оставшиеся две группы, результат крысинговера, 40-38 и 38-40. Соответственно, в ответе задачи у вас должно быть две схемы скрещивания. Первая схема, вторая схема, генотипы и фенотипы. В первом, во втором поколении, вот генотипы, фенотипы, то есть важно это проверить, потому что это снимает баллы. И, соответственно, должен быть правильно объяснен результат и правильно определена количественная характеристика данных групп. Теперь давайте посмотрим работу учеников, которые были в прошлом году. Здесь мы видим, что доминантные, рецессивные гены определены правильно. То есть А большой нормальный, Б большой матовый, А малый надрезанный, Б малый блестящий. Первое скрещивание, все верно. Определены генотипы, обозначены фенотипы, то есть за это задание можно дать один балл. То есть правильно для гамета, правильно показано, что здесь единообразие в первом поколении, то есть один балл уже есть. Затем переходим ко второму скрещиванию. Гаметы определены верно, указаны генотипы, фенотипы, сформировано поколение, которое получилось. Однако, здесь мы видим, что неверно определено сцепление генов, то есть из-за того, что неправильно указали количество. И видим, что объяснение ответа дано просто неверно, потому что анализирующее скрещивание не является причиной четырех различных фенотипических групп. Перейдем ко второму примеру. Здесь мы видим, что доминантные рецессивные гены определены правильно. Видим родительские особи, генотипы указаны правильно, гаметы определены правильно. В целом первое скрещивание выполнено верно, то есть один балл уже получен. Далее смотрим на второе скрещивание. Кстати говоря, я не уточню, что записывать гаметы можно в таком виде. Это вполне допустимо, не является ошибкой. Здесь мы видим, что гаметы верены правильно. Теперь смотрим на объяснение. Во втором скрещивании сформированы четыре фенотипические группы в соотношении 131, 128, 40, 38. Так как имеет место сцепленное наследование с крысинговером. Потомство с некрысинговерными геметами больше, а потомков с крысинговерными геметами меньше. Смотрим, как распределили количественную характеристику. И опять видим ошибку. Количественная характеристика определена неверно. То есть мы уже разобрали с вами эту задачу. Не буду возвращаться, но я думаю, вы видите, что по количеству мы понимаем, что ученик неправильно определил сцепленные гаметы. То есть сцепленные гаметы, я еще раз покажу, это А большое, В малое. И А малое, В большое. Соответственно, из этого мы определяем, какое по количеству групп больше, каких меньше. То есть за это задание ученик получил 2 балла, хотя могут поставить и 1, потому что могут не засчитать полностью второе задание, так как неправильно принес сцепленные гаметы. И третье, неправильно дано объяснение. Теперь давайте разберем задачу, которая представлена в демонстрационном варианте ЕГЭ 2022 года. При скрещивании самки дрозефилы с серым телом и нормальными крыльями, из самца с черным телом и редуцированными крыльями, все потомство получилось с серым телом и нормальными крыльями. В анализирующем скрещивание самки из гибридного потомства получилось 4 разные фенотипические группы 70, 67, 24, 19. Составьте схему скрещивания, приведите генотипы родительских особей, генотипы, фенотипы и количество особей потомства каждой группы в двух скрещиваниях. Объясните формирование 4 фенотипических групп в анализирующем скрещивании. Вступим к первому скрещиванию. Как я вас уже учила, тут нужно обязательно записывать сначала словами. То есть самка у нас, серое тело, серое тело и нормальные крылья. Скрестили с самцом, с черным телом и редуцированные крылья. Гометы пока пропустим. Все потомство получилось серым телом и нормальными крыльями. Соответственно, мы можем догадаться, что особи, которые их скрещивали, они являются гомозикотными по данным признакам. И в потомстве у нас проявились только доминантные признаки. Соответственно, доминантные признаки это серое тело. Я здесь в боку запишу. А большое это серое тело. Местое место под А малое. Б большое это нормальные крылья. Соответственно, А малое это черное тело. Б малое это редуцированные крылья. Исходя из этого, можем определить генотипы. Как я уже сказала, что родители являются гомозикотными по данным признакам. Соответственно, самка А большое, А большое, Б большое, Б большое. А самец это черное тело, А малое, А малое. И редуцированные крылья, Б малое, Б малое. Соответственно, каждый из отца подойдет к одному типу гомет. От самки идет одна гомета А большое, Б большое. От самца А малое, Б малое. То есть поколение у нас получилось 100% серое тело, нормальные крылья. То есть однообразие первого поколения. По условию задачи мы видим, что провели анализирующее скрещивание. Как я уже говорила, анализирующее скрещивание проводится только с двойной рецессивной гомозикотой. Так, давайте это сделаем. Соответственно, родители самку возьмем. А большое, А малое, Б большое, Б малое. То есть это серое тело, нормальные крылья. И проведем анализирующее скрещивание с самцом с черным телом. И редуцированными крыльями. Соответственно, сформируем гометы. От самки у нас будет 4 типа гомет. А большое, Б большое. А большое, Б малое. А малое, Б большое. И А малое, Б малое. И от самца только одна гомета. А малое, Б малое. И, соответственно, получаем поколение. 4 разных фенотипических группы. А большое, А малое, Б большое, Б малое. А большое, А малое, Б малое, Б малое. А малое, А малое, Б большое, Б малое. И А малое, А малое, Б малое, Б малое. Сразу напишем все фенотипы. Соответственно, это серое тело. нормальные крылья серое тело редуцированные крылья черное тело нормальные крылья и черное тело редуцированные крылья если мы проводили бы независимое скрещивание у нас получилось примерно одинаковое количество каждой особи однако мы видим что две опять большие группы и две малые группы то есть в этой задаче опять разбирается явление сцепленного наследования то есть у нас имеются сцепленные гаметы которые передаются от бабушек и дедушек их больше соответственно группа которая будет содержать эти гаметы она будет многочисленнее итак опять перейдем к первой схеме скрещивания и посмотрим это гамета будет сцеплена и это будет сцеплена то есть а большое в большая и а малое в малое перейдем посмотрим здесь эти гаметы а большое бы большое а малое в малое и определим количественную характеристику каждой из групп большая группа у нас будет а большое а малое в большое бы мало это эта группа и группа а малая а малая бы малая бы малая то есть их будет в 70 67 или 67 70 и они будут являться результатом сцепленного наследования оставшиеся две малые группы это а большая малая бы малая бы малая то есть серо тело редуцированные крылья и а малая малая бы большое бы мало черное тело нормальные крылья это будут две группы в которых будет особи либо 24 либо 19 в каждой из них и не будут являться результатом крысинговера это сцепленное сцепленное и так запишем объяснение гаметы а большое бы большое и а малая бы малая результат цепленного наследования а гаметы а большое бы мало и а малая бы большое результат крысинговера соответственно две большие фенотипические группы будут образованы более многочисленными гаметами и не буду все записывать в целом мы разбирали это все в предыдущей задаче здесь все аналогично однако в двадцать восьмом задании имеются более сложные и несколько другого типа виды генетических задач которые я подробнее разбираю на своем курсе поэтому записывайтесь в new level school для подготовки к биологии мы более подробно разберем каждое из заданий всем пока